Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, в День памяти Отцов Седьмого Вселенского Собора, за богослужением читаются два отрывка из Евангелия. Отцам посвящается глава 17, с 1 по 13 стих Евангелия от Иоанна и дневное зачало от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Родьяка на Святотроицкой Александра Невской Лавры отца Александра. Во время она, идяша Иисус во град, нарицаемый наин, и с ним идяху ученицы его мнозе, и народ мног. Яко же приближися ко вратам града, и сей изношаху умерша сына единородно матери своей, и та бевдова, и народ от града мног с нею. И видев югосподь милосердого, а не и рече ей не плачи. И приступль коснусь его одры, носящий же сташа и рече, юноша тебе глаголю восстани. И седи мертвы, и начат глаголати, и дадей его матери его, прияжи страх вся, и славлюху Бога глаголюще. Яко пророк вели и восстав нас, и яко посети Бога людей своих. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время пошел Иисус в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся к кадру, несшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами. И Бог посетил народ свой. Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о чуде воскрешения Господом сына Наинской вдовы. Евангелист Лука довольно подробно описывает это событие, как, впрочем, и многие чудеса исцеления, которые совершает Спаситель. Как указывал один богослов, в такие моменты в Луке просыпается врач. Город Наин находился на расстоянии одного дня пути от Капернаума. И лежал между городами Эндор и Санам, где некогда Елисей воскресил ребенка Санамитянки. До сего дня в десяти минутах ходьбы от Наина по дороге к Эндору сохранилось кладбище скальных могил, куда, скорее всего, и направлялась траурная процессия, которая встретилась у ворот города Спасителю, его ученикам и множеству народа, который шествовал за ним. И вот эти две процессии встречаются. Впереди одной – Господь Иисус Христос, впереди другой – покойник. Впереди одной – жизнь, впереди другой – смерть. И разве могли они разминуться? Это поистине одна из самых трогательных историй, описанных в Евангелии. Евангелист Лука особо подчеркивает, «Выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова». Это уточнение подразумевало следующее. В патриаркальном обществе она осталась без всякой мужской поддержки. Ее ожидала нелегкая судьба. И Господь сжалился над ней, то есть был тронут до глубины души. В греческом языке нет слова, которое бы сильнее передавало это сочувствие, и оно часто употребляется в Евангелиях. Для древнего мира это было потрясающим чудом. Благороднейшим учением античности был стоицизм. Стойки считали, что для Бога более всего характерны безразличия и неспособность чувствовать вообще. Они рассуждали следующим образом. Если один человек может вызвать печаль или сожаление, радость или веселье в другом, то он хотя бы на какой-то миг может повлиять на другого человека. Если он может повлиять на него, то он сильнее его. Но никто не может быть сильнее Бога. Следовательно, никто не в силах повлиять на Бога, а значит, Бог лишен всяких чувств. Здесь же люди столкнулись с поразительным понятием Сына Божия, которого до глубины души тронуло человеческое горе. Лука говорит не только о состоянии Спасителя, но и о его изумительной власти. Господь подошел к Адру и прикоснулся к нему. Это был не гроб, потому что на Востоке не хоронили в гробах. Для этого часто использовали длинные плетенные корзины. Блаженный Феофилакт пишет, что не словом только Господь совершает чудо, но и Адра касается, чтобы мы познали, что тело его есть тело жизни. Поскольку плоть его была собственной плотью слова, животворящего все, поэтому и сама животворит и разрушает смерть и тление. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. И во тело без души не может ни сидеть, ни говорить. Несмотря на такое чудо, наинские жители не верили еще в Господа, как в Мессию. Он для них был только посланником Божиим, великим пророком, который должен помочь народу Божию. Борис Ильич Гладков замечает, это чудо, властно совершенное Иисусом на виду толпы народа, совершенное без призвания помощи Божией, не убедило наинцев в том, что перед ними стоит давно ожидаемый имя Мессии. Они признали в нем только великого пророка. Такое мнение об Иисусе они распространили по всей окрестности и даже по всей Иудее. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями чуда, любви и сострадания Божия, побеждающего смерть. Размышляя над событием у ворот города Наин, мы с вами можем быть уверены, что смерть с пришествием Христа в этот мир побеждена, и теперь она – успение. Сон до того дня, когда Бог прикоснется к каждому со словами «Тебе говорю, встань». Будем же помнить, что величайшим откровением нашей веры является уверенность в воскресении мертвых и жизни будущего века. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя упова, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры подогнал «Симон»!